штатный корреспондент валентин богданов привет всем привет кипит нью-йорк там были какие-то сообщения мы сейчас как бы вот я про антураж хотел спросить понятно мы еще про содержательную часть поговорим потому что много всего происходит началось это все я сейчас не вспомню фамилию этой представительницы организации объединенных наций который поехал на велосипеде потому что пробки большие в нью-йорке ну понятно мегаполис сбил ее машины была первой жертвой генассамблеи можно сказать как там сам город переживает все происходящее традиционно генассамблея вызывает перебои в нью-йоркском трафике дело в том что это происходит все в центре манхэттена так называемый район металла район сороковых улиц на первую авеню находится штаб-квартира ну соответственно логистика нью-йорка в этот момент нарушается в общем любой город любая транспортная сеть это единый организм когда где-то образуются тромбы в других местах тоже образуются заторы но в общем я для себя отметил у меня это уже юбилейная генассамблея 10 по счету и я могу сказать что как-то меньше было в этот раз ажиотажа ну и объяснение этому есть меньшее число именно мировых лидеров прибыло на генассамблею в этом году ведь нет не только нашего президента руководителя председателя кнр но нет и лидера франции да нет британского премьера ну целого ряда людей которые в общем или часто или всегда ну там макрон по моему не пропускал в прошлом году кто там был уже запутался листрас по моему было еще не сунок то есть у сунока еще по умения было генассамблея или было но не знаю так быстро меня не успеваешь они так быстро меняешь и не доживают до генассамблея но тем не менее да вот меньше было лидеров и это требует также протоколы да то есть протоколы безопасности в том числе и это требует дополнительной безопасности соответственно это больше влияет на трафик но в принципе нью-йорк и так сейчас не в лучшей форме нашествие мигрантов город переживает поэтому для него этот дополнительный краш-тест да он совершенно был бы не нужен но и но есть проблемы да но они есть каждый год в общем это по цена которую город платит за то чтобы стать на несколько дней на эту неделю центром мировой политики в общем это всех устраивает потому что это приносит определенные деньги тоже в казну городского бюджета но что интересно да нью-йорк становится центром мировой политики но как-то нас об этом не задумываются сам нью-йорк не обладает статусом ничего то есть он даже не является столицей штат нью-йорк это просто самый большой город соединенных штатов и все нашество не только мигрантов но и как писала желтая пресса американская женщина с пониженной социальной ответственности об этом писали я видел в американской прессе потому что рассчитывают на встречи с представителями делегации видимо я не знаю там даже какие-то расценки называли мы сейчас не будем рекламировать но еще один центр притяжения саммит так сказать параллельные среди вот этой категории барышни тут еще помимо прочего как вот мы говорим про трафик наверное еще просто меньше люди передвигаются потому что нельзя не вспомнить ограничения для российских журналистов которые были введены там какая-то какая-то зона да для них очерчена для российских журналистов введены те же ограничения которые существуют с некоторых пор для российских дипломатов постоянно аккредитованных и работающих наш загран учреждениях здесь нью-йорке два этих учреждения одно из них это постоянное представительство российской федерации при оон и второе это генконсульство россии в нью-йорке дипломатом которые работают там с некоторых пор установлен не даже уведомительная уже и разрешительный порядок выезда за 25-мильную зону я не так давно был сам процесс как где был и освещал работу выездной делегации нашего посольства беседовала лично с анталии антоновым нашим послом соединенных штатов и он мне сообщил что в посольстве сша сейчас по моему не буду брать ну то ли четыре то ли пять человек у которых есть возможность выезжать в том числе он сам до которые могут покидать 25-мильную зону и перемещаться по стране да и вот этим же журналистов пула лаврова которые сюда прилетели в общем установлены те же ограничения но 25 миль это территория самого нью-йорка ближайших пригородов но не более того знаешь какие ассоциации меня вызывают конечно не прямо стопроцентное совпадение но обычно люди которые ездили на экскурсии в кндр рассказывали про то что там ты живешь в гостинице ты не должен там куда-то в сторону ходить да там вот только сопровождающим ну понятно там свои порядки в этой стране действительно рассказывали люди которые на экскурсии ездили туда что есть ограничение для иностранцев вот в принципе кндр и сша они сейчас вот сближаются в этом плане в плане ограничений для гостей которые которые вызывают какие-то определенные подозрения не дай бог куда-нибудь не туда залезут но и касательно генассамблей конечно поговорить сейчас опять попытка сделать звездный час для гостя из киева бывшего актера но суть по всему не очень удалось потому что ну как удалось первый танк обещают когда на следующей неделе или на этой на следующей по мне деле сонный джо пообещал первый танк кумом да вообще никогда показывали когда показывают кадры вот их встречи там в белом доме джо я думаю что мне напоминает сейчас может нас ребята подберут покажут когда они сидят там твоим в тишине в молчании кощей бессмертно мне напомнил джо байден вот так вот как-то выглядит еще только корона ему осталось и где-то там яйцо положить на стол я бы тут это метафора а вот если посмотреть на как скажем стоять уже в расширенных составов когда две делегации сидят украинская напротив американской там можно действительно отключить звук уже без всяких метафор просто посмотреть на выражение лиц американской делегации и но у меня сложилось ощущение что не особенно если сравнивать эту картинку с прошлогодней до когда были все расслаблены улыбались шутили и смеялись лица прокинуты и у джейка салливана и энтони блинкина который очень напряженно прямо можно сказать смотрел чуть ли не в рот байдену видимо ждал может быть что напутает что-то американский президент не то скажет когда тот зачитывал по бумажке то что он обещает выделить зеленскому но и вообще само поведение зеленского конечно полнейший контраст такое ощущение но она просто ну я думаю стопроцентное попадание догадка да что с ним очень серьезно поработали на тему того чтобы он не высказывался то есть ему обозначили коридор он может говорить и должен говорить спасибо об этом писала new york times кстати говоря перед приездом что жесткие требования выдвинули было видно как он их реализовывать то есть мы же привыкли какому зеленскому который требует настаивает шантажирует обозначает сроки называть суммы перечислять номенклатуру оружия ничего этого нет большое спасибо спасибо большое огромное спасибо я очень рад но вот это кадры начала его поездки да надо сказать нашим слушателям и зрителям что делал что происходит в вашингтоне откуда он куда вернее он переместился из нью-йорка накануне и вот началось все послезился чак шумер лидер большинства демократов в сенате вот они два этих старца по левую и правую руку один старец демократ другой старец республиканец сопровождали зеленского на сенатской половине капитолия там оказали приятный прием но и такой тоже контраст на сенаторы люди возрастные люди помнят помнящий холодную войну зеленский видимо у них возбуждает такие приятные ассоциации о людях аля там не знаю аля самосы или нгодин зьем но такой наш сукин сын да вот он такой наш сукин сын одетый в хаки с накладными карманами настоящий боец до боец холодной войны их ответ че гивари другая половина это нижняя палата и вот туда зеленского сопровождает только хаким джефрис демократ а никто из республиканцев встречать не пришел более того нет не вышел в паблик никак себя не проявил спикер кевин маккарти это спикер кевин маккарти третий человек в американской иерархии власти запретил проводить совместную сессию запретим то есть украл можно сказать у зеленского шоу но там пиратским образом сход кали есть фотка где все-таки стал маккарти рядом с ним но жесткий судя по всему не очень приятный разговор который свелся к озвучиванию скорее всего претензии со стороны крайне право настроенных республиканцев зеленскому который не просто против выделения денег они еще и хотят внятного вообще понимание стратегии киева да вот что дальше журнал икономист выкатил сегодня статью где написано что за время контрнаступа украина отвоевала аж 0,25 той территории которая она до сих пор там считает своей и вот такие результаты никого не могут устроить и на этом фоне конечно очень убого выглядит даже тот пакет вооружений которые зеленского может сказать собрали на дорожку 325 миллионов долларов ну это много в абсолютных наверное цифрах а вот носить их немного потому что в январе 2023 года например один из пакетов где был где были бмп брэдли он весил 2 миллиарда 800 до 800 миллионов почти в десять раз больше было это вот остатки последний сейчас выгребают 24 миллиарда долларов которые байден запросил у конгресса конгресс пока не прошли более того в конгрессе идут очень серьезные бюджетные баталии скорее всего америка окажется в ситуации ограниченного шатдауна не смогут республиканцы проголосовать как минимум единый бюджет уже точно разбили там на 11 законопроектов или 12 и тоже все со скрипом кевин маккарти всех распустил до следующей неделе то есть им всем там сейчас вообще не до зеленского собственно говоря и единственное место наверное где ему было комфортно и хорошо это пентагон там его принимали ну понятно почему потому что зеленский помогает пентагону осваивать эти колоссальные бюджеты он там для них просто очень полезный человек ну и поход на орлингтонское кладбище это тоже отдельное такое мероприятие не столько даже протокольное сколько наверное и перенимает опыт зеленский здесь потому что мы знаем что под киевом возводят сейчас некий аналог орлингтонского кладбища на 260 гектарах там будет чуть ли не за 400 кто-то говорит и 500 тысяч захоронений подумайтесь в эти страшные цифры и думайтесь в эти страшные перспективы которые видимо они все-таки готовят для украины но хотя бы это следует уже из заявлений которые зеленский сделал после встречи с байденом он новая идея которая его захватила это производство американского оружия уже на украине какие-то у них проекты по производству пву и так далее но понятно что судьба этого оружия произведенного на украине будет такая же как судьба ввезенного на украину оружие ну а разговоры о том что это позволит создать новые рабочие места вообще звучат очень цинично потому что ладно создать рабочие места кем ты будешь заполнять эти рабочие места если люди отлавливают просто по улицам городов бросают их на фронт и потом зеленский вот здесь в нью-йорке ходит в больницу навещает аж 18 высушников лечится в госпитале в стейтен айланды такое великое дело при том что мы знаем что там подработина в день по 100 человек до кладут и не все из них доживают даже на больнице просто доезжают до больницы не то что американских а даже до своих каких-то украинских да вот такой вот ваяж уже высадился зеленский дальше следующий куб канада теплая встреча с трюдо видно что он расслабился после американского холодного душа сами себя загнали да и байден сам себя загнал и если верить последним слухам внутри американской политики что вообще может сняться с пробега то не позавидуешь и в общем есть объяснение кислым лицам его членами его администр членов его администрации есть ощущение что даже если байден не снимется и даже если байден не переизберела переизберется и не выиграет там допустим трамп провал украинского проекта повесит как раз на всех тех людей которые там сидели на энтони блинки на джейка салливана на викторию нуланд за это кто-то должен будет ответить ну байден вряд ли способен просто будет ответить тут опять история про жестокое обращение со стариками всплыла он же какую-то речь толкал сейчас не могу сказать где кадр от нью-йорк-пост публиковали как обычно что-то там говорил-говорил и одну и ту же историю он с интерваном в несколько минут повторил почти слово в слово не в несколько минут там по моему это было два мероприятия мне так кажется не уверен параллельно сказал занимался фондрейсингом то есть он собирал деньги параллельно то есть сочетал приятное с полезным приехал на генассамблею он но еще и в нью-йорке у него проходили внутриполитические тусовки для сбора средства дело в том что там обычно камеры не снимают на таких мероприятиях поэтому это мне кажется эти истории в пересказе а что именно о чем там речь шла в этих историях по моему про шарлоттсвиль что-то он рассказывал про себя что-то и про события в шарлоттсвиль тут непонятно может похвалить его можно что память у него хорошая получается и он истории слову-слову практически помните либо просто репит заел где-то вот кнопку там до старика это свойственно людям пожилым повторение одного и того же но и были еще моменты да вот сейчас мелькнули кадре встречи с президентом бразилии улова до силы до сначала не рассчитал он траекторию на повороте задел бразильский флаг дальше больше руку не пожарила вот этот момент уходит и до силы пытаться до кричатся до него кричал ему и да там с наушником была история но в общем как говорил шландер это какой-то позор ну вот так вот так вот так сейчас внешняя политика сейчас многие вот обращать внимание на то что как по касательно жестокого обращения со стариками и вообще выборов предстоящих уже не просто говорят сомневаются как бы способен ли байден стать следующим мысли опять стать президентом а просто прямые советы рекомендации бросают в сми что не надо остановить его ну зачем вы все это творите хватит уже это это путь в никуда то есть это дело не в том что у кого-то есть там там чья-то злая воля или это можно остановить это же все гораздо сложнее тут история про очень большие цифры числа в том числе и даже про деньги принято считать и это как бы обеспечивается некими электоральными выкладками что байден единственный кандидат демократ который может победить травма при всем том его там все его несуразности всех его ляпах и очевидном падении так чисто биологических интеллектуальных функций тем не менее что и или во всяком случае считалось до последнего времени тут рубиконом стала статья мы уже обсуждали известного колумниста близкого где партии человека дэвида и гнасиуса вашингтон пост где тот поставил под сомнение этот расхожий и популярные демократов бывший популярным на протяжении нескольких лет собственно с прошлых президентских выборов тезис о том что байден единственный кто может бросить вызов трамп во всяком случае гнасиус позволил себе в этом усомниться он уже задает вопрос а единственный ли вообще байден а может ли сейчас уже байден бросить вызов трампа я бы вот еще на что обратил внимание не знаю обратил ли ты заметь как прикрутил трамп свою всегда радикальную риторику очевидно трамп понимает что электоральные базы одних вот этих мага республиканцев ему недостаточно но это азы политики да и несколько раз я даже сейчас это вспоминаю в интервью с такером карлсоном были попытки такера вывести его на жесткие суждения но хотя бы про перспективы гражданской войны в сша трамп был очень осторожен и с комментариями по 6 января он тоже сейчас очень осторожен трамп видимо почувствовал момент того что он действительно может завоевать колеблющийся и в данном случае ключевой для победы в любой президентской гонке в сша электорат и есть ощущение что нам предстоит в этой предвыборной кампании увидеть более зрелого трампа менее радикального чем мы привыкли видеть потому что ну он понимает что его шансы на то чтобы вернуться в белый дом действительно увеличиваются не потому что он становится лучше а потому что байтон на глазах становится хуже а специалистам по радикализму останется в мысли станет рома с вами какой-нибудь ну там много желающих стать марджи тейлор грин есть девушка а плюхи раздают практически ежедневно в том числе по поводу украинской поигры но рома с вами нужно прописываться в американской политики он новичок аутсайдер молодой у него все впереди когда ты в такому еще ты еще едешь на базар на не едешь с база рожь себя продавать всячески плюс ясно что электоральных шансов у рома с вами 0,10 да у всех если только трампа не посадят если только трампа не свяжет по рукам и ногам но как мы и предполагали до украинская повестка она становится очень важной в этой предвыборной гонки и сама фигура зеленского становится очень токсичный видишь как кевин макарти просто буквально не захотел быть с ним рядом то есть сейчас стоять рядом зеленским это навлечь на себя проблемы да и поэтому увидим а поначалу не очень луна силы хотел с ним встречаться польский президент у них там отдельный конфликт по зерну где-то в другом месте обсудить специалистами но это все звоночки для зеленской вообще кстати говоря вот на что я еще обратил внимание это на поведение самого зеленского здесь генассамблеи был только единственный шанс у журналистов его увидеть и пытаться ему задать вопрос это когда зеленский выходил из комнаты где он давал интервью в уфу блицерус cnn вот эта знаменитая проходка когда ушел за тремя слоями охранников во все остальные моменты было такое ощущение что он просто прятался по щелям а да вот это знаменитый смешной мем когда зеленский слушает сам себя монтажеры с канала один плюс один взяли и смонтировали зеленского слушающего самого зеленского но он буквально вот ходил какими-то черными ходами по генассамблеи здание сложно там можно есть где спрятаться но вот его максимально прятали чтобы он не пересекся ни с кем вообще не только с российской делегации но вообще даже с пресс и в общем такой страх на его лице то заметен на самом деле бегающие глаза такие расширенные ну явно психо нестабильном состоянии он не похож на человека который там чувствует себя уверенно приехал как триумфатор похоже просто вся его программа сбилась то есть он был заточен на одно да как я говорю хороший актер от плохого отличается чем количеством штампов хорошего актера их там 55 а у плохого 2 вот зеленский никогда не был который никогда не был политиком освоил некую там формальную сторону этого ремесла но искусство политики не в том как себя презентовать перед камерой она сложнее прежде всего искусство просчитывать ходы видеть возможность искать варианты все этого у него нет он действует согласно написанной программе и когда эта программа дала сбой когда его продюсеры режиссеры не знают как снимать сиквел да то есть вот есть там поездка в америку первая часть хороший фильм все посмотрели эдди мёрфи до 2 поездка в америку 2 слышал ты про поездку америку 2 был фильм до 2021 году уж даже не помню особо не интересно никто не смотрел до 3 как это всегда бывают снимут вообще уже с другим актером но я думаю что у зеленского есть риск того что 3 поездка в америку будет уже с кем-то другой роли сейчас показывали кадры встречи еще раз зеленского с байденом обратил внимание как закоптился камин в белом доме неужели не чистят ну это так просто как бы вроде бы официальное место покажет покажите сейчас есть все деньги ушли на украину дамы как мог протереть прям хочется немножко ну на это все время заканчивается следующий стать у нас эфир уже фактически за сутки до шатдауна случится да то есть будем верно про деньги много говорить вернее они будут говорить а мы будем пытаться понять что они там с деньгами на этом все богданов на свете прямо из нью-йорк штатный корреспондент штатный корреспондент валентин богданов